Господа, всем привет! Вы на канале Свежак, с вами, как всегда, чернокнижный обзор концентрации лютого пиздеца, который витает не только в воздухе, но и в головах отдельных ублюд. Главный придворный пророк предсказал присоединение Беларуси к России, но почему-то забыл об этом спросить, собственно, у самих граждан Беларуси. Пророк утверждает, что полностью уверен в том, что это единственный выход из сложившейся ситуации. Вхождение в состав России – это единственный путь эффективный, безболезненный. Видео под названием «Типичный белорусский автозак» уже успело разлететься по интернету. Это видео в очередной раз доказывает всему миру, то, что происходит внутри, идет наперекос всем моральным ценностям, которые так усердно веками создавало человечество, и показывает настоящую ситуацию, которая происходит в Брасской Республике. На пол быстро! Быстро! Ну и новости из мира во всем виноваты листва. Очевидно, голубой мечтой солнечного городоначальника является стремление превратить нашу белокаменную красавицу в иностранную Венецию. Сделал такой вывод после просмотра этого видео, и мне нужно показать его вам. Плавание Думаю, пора вводить новую рубрику под названием «Опять кто-то обосрался» или «Переходим на эго». Север Омск области перейдет на древяное угольное отопление из-за нехватки газа. Накрылся пиздой чей-то план по газификации, и теперь поговорка «Кто в лес, кто под рова» снова начинает набирать свою актуальность. Свежак. Четвертый выпуск. Поехали. Что тут можно сказать про речь Жириновского? Плевать на вашу загнившую Европу. Хуйня, которая сбывается, и то, что он несет, блядь. В Берлин она обделалась в коридоре. Блядь, он несет скрытый смысл. Бывает того, что скрытый смысл. Кроме народного звания кремлевского шута, он сделал великолепную карьеру, а с этим, собственно, не поспорить. Кто нас не захватит, но проблема есть. Ну, главную-то не называют. Я каждый раз выступаю, хотя бы раз в год, и говорю уже, 25-й раз. Пока не будет противостояния политических сил, мы успеха и хорошего движения вперед не будет. И Жириновский иногда в полу своей горячей полемике может проговориться о планах темных ордов. Но осознав это вовремя, своих горячих изречений, заувалировано это попытаться скрыть и в самые потайные углы словесного пиздеца это отправиться, потому что мы наблюдаем это в интервью. Вхождение в состав России. Это единственный путь эффективный, безболезненный и поможет. Вы уверены, что белорусы хотят вот это вот вхождение в состав России? Это же даже не интеграция, это как-то хуже, хлеще звучит. Что плохого нет? Любая страна может войти в другую страну. В любой стране какая-то часть может отделиться. Это не проблема. Мы же не говорим об оккупации. Белорусов только, мне кажется, самих надо спросить, они хотят в Россию или нет? У вас есть какие-то данные на этот счет? У меня нет. А мы хотели уничтожение СССР. Мы в марте 91-го года 70% сказали, мы за сохранение СССР. Он сохранился? Нет. Нас спросили? Нет. Так и с Белоруссией. Я вас уверяю, большинство хотят. Он назначает его председателем правительства и уходит вот на три месяца. Устал от выборов. Все вопросы решает новый председатель правительства Белоруссии. Парламент в его руках. И начинается процедура изменения белорусской конституции, которая будет предполагать возможность вхождения в состав России. Парламент Белоруссии проголосует и они входят в состав России с 1 января 2021 года. Все. И тогда уже у нас федеральный округ размещает свои воинские части, в том числе на территории бывшей Белоруссии. Значит, про это видео из автозака. Невзоров в своей книге «Искусство оскорблять» в главе «Миллион лет слабоумия» отлично описал эволюцию мозга Пятикантропа. Через пару миллионов лет ему, наконец, удалось вырастить свой мозг до нужных размеров. Мозг стал вполне пригоден для изобретения трусов и нагана. На этом наш Пятикантроп продолжает довольствоваться ролью стайного животного, шнырявшего в поисках падали. Отлично написал Невзор. Батька теперь превратился в конкретного горемыку и те несчастья, которые он, собственно, послал на свой народ, обязательно вернутся к нему в ближайшее время. А стайка придворных боевых орков в скором будущем отведает ярость закона и Фродо из Евросоюза, который, собственно, уже устремил свой взор на происходящие беспределы, бесчинства, обязательно во всем разберется. Ну и, конечно же, братский народ, который сейчас на передовой. Я желаю живой в Белоруссии, я желаю искренне держаться, топить за свои права, оставаться свободными. Ну, что можно сказать про эти злоебучие московские затопления? Сергей Семенович. Ну, давайте вы уже этой листве строгача, я не знаю, там, ну, ей-богу, ну, как-то надо порешать проблемы с листвой. Конечно, радует, что наши листву уже побаиваются в Европе, но москвичи и гости столицы хотят ездить, ездить, а не добираться в плаве. Так мало того, что из-за этих дождей еще и третяковку-то подтопило, мне даже страшно представить, сколько, блядь, народных ярдов теперь нужно потратить на восстановление, блядь, штукатурки и всей этой лакшери пиздятины, которая там. Или выделяйте гондолы, каяки, да, в автоматах у метро начните продавать резиновые лодки вместе с одноразовыми костюмами для подводного плавания. Это что у вас все только маски там продаются, блядь, и пиздец. А чё, а так под плаву, значит, как-нибудь добрался, блядь, на гондоле, там, который выделил на тебя государственный хуяк, там, наверное, нацепил на себя одноразовый костюм водолаза, блядь, надел маску, похуерил на работу. Ну, а чё. Значит, об этом ебунце, которое происходит в Омской области. Отключение частных жилых домов от газотнабжения начались в трех районах на север Омской области, еще и зимой прошлого года. Из-за выросшего мороза, потребления этого вида топлива и истощения двух эксплуатируемых скважин, месторождения, жители вынуждены были отапливать жилые помещения дровами и электрическими нагревателями, блядь. Простите, что я, блядь, что я читаю, я такое ощущение, что я провалился в какую-то, блядь, лохматку девяностых, я не знаю, блядь, вирус под названием желтух из девяностых прорвала в мой телефон, блядь, и я не знаю, откуда эти новости, но они настоящие. В 2020 году ограничение подачи газа затронуло более 500 частных домов. Пошел по пизде у кого-то план с газификацией и снова-снова кто-то обосрался, не выполнил свои обещания, и теперь, блядь, из-за того, что кто-то не выполнил свои обещания, собственно, блядь, я не знаю, граждане Российской Федерации, блядь, в отдельных ее субъектах вынуждены, нахуй, с газа, блядь, переходить на дрова и уголь. Блядь, пока у кого-то, блядь, посылки дронами доставляются, кто-то там на электромобилях уже без шофера гоняет, ну и, собственно, бесчисленное количество раз запускают спутники в космос, а у нас, блядь, с газа на дрова и уголь. Кто в лес, кто по дрова, да? Господа, у меня на сегодня все, не забудьте поставить лайк, подписаться, треснуть в колокол, четвертый выпуск свежака. Спасибо.